Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Алматы. Я, Рамина Макаримова, и мои коллеги готовы рассказать о самых важных событиях этого дня. Но сначала коротко о том, что мы покажем сегодня в выпуске. Усыпляли и грабили. Он усыпляет человека, возможно, и одурманивающий какой-то фиг. Банду таксистов-грабителей задержали в Алматы. Торты с сюрпризом. У четырех сотрудников кондитерского церкви, которые выделили софилокок. Санэпидемиологи озвучили причины массового отравления в столице. Вода тоже невыносимая, она очень, ну, даже темная какая-то, серая. Ржавая вода из ржавых труб. Алматинцы обратились к Акиму, Турксибского района Алматы. А теперь обо всем детально. Касым Жомар Токаев – кандидат в президенты от Нур-Отана. Единогласно это решение приняли на внеочередном 19-м съезде партии. Остальные политические объединения со своими фаворитами должны определиться до конца недели. Выдвижение кандидатов продлится до 28 апреля. О предвыборной паре Ильзат Акчурин. Кандидатуру Касым Жомар Токаева на съезде партии Нур-Отан предложил Нур-Султан Назарбаев. Ель-Баса характеризовал экс-главу Сената как опытного, современного, верного политика и соратника. Я уверен, что Хасым Жомар Токаев – тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы, равных прав всех казахстанцев. Призываю всех наших соотечественников поддержать его кандидатуру. Это будет безошибочным решением. Нам предстоит большая работа. Именно на выборах проявляется авторитет партии доверия народа. Каждый партиец должен осознать свою ответственность перед соратниками и соотечественниками. Нур-Султан Назарбаев признался, что свою отставку обдумывал в течение трех лет. Решение сложное. Необходимо было убедиться в эффективности принятых и инициированных ранее госпрограмм. Действующий президент, взяв слово, пообещал доверие, не обмануться и оправдать все надежды. При этом отметил, что приоритетными для страны должны оставаться пять институциональных реформ, план нации и реализация социальных программ. Предстоящие выборы дадут новый импульс прямому плодотворному диалогу между властью и обществом, в целом политической модернизации Казахстана. Уверен, партия Нур-Султан будет продолжать вносить свой существенный вклад в укрепление единства нашего многонационального общества, поведет за собой весь народ в благой цели развития Казахстана. Ельбасы дал нам видение будущего Казахстана. Он разработал стратегию развития нашего государства. Осталось только воплотить ее в жизнь. На 19-е партийное собрание съехались более 600 делегатов. Это сенаторы, депутаты, министры, акимы и студенты. Нур-Султанас и Вадим Голос заявили, что целиком и полностью поддерживают выбор лидера нации относительно кандидатуры Касымжу Марта Тукаева. При этом выступают за справедливое и честное голосование. У каждого кандидата есть шанс, смотря как они будут работать и доносить до народа свои программы. Поэтому все возможно. Я уверен, что выборы будут открытыми. У нас очень много избирателей, в отличие от других областей, поэтому мы тщательно готовим участки. В первую очередь, как ранее было сказано, выборы должны быть честными и транспарентными. Пока действующий президент – первый выдвиженец от партии, имеющих место в парламенте. Известно, что в ЦИК подал документы кандидат от республиканского движения Олодала Крандара. В среду мы уже узнаем имя третьего прецедента от Акжол. Поговаривают, что это будет женщина. Ну а до конца недели со своими лидерами в президентской гонке должны определиться коммунисты и члены партии АУЛ. Всеобщее голосование состоится 9 июня. Сегодня же Касым Жомар Токаев прошел регистрацию в ЦИК и сдал экзамен по казахскому языку. Как сообщили в Центре избиркоме, президент написал сочинение, прочитал рассказ из сборника Шерхана Муртазы и публично выступил перед членами комиссии о геополитике современного Казахстана. Результат теста – Токаев в совершенстве владеет казахским языком. Номер и адрес своего избирательного участка алматинцы могут выяснить на сайте Акимата. Достаточно ввести ИИН. Процедуру студентам казну сегодня разъяснили представители городской комиссии. Всего в Алматы откроется 554 избирательных участка. Их границы уже определены. В ближайшее время заработает колл-центр. Если же голосовать вы будете в другом городе без прописки, то до 9 мая нужно обратиться в Акимат для получения открепительного талона. Студенты у нас сейчас очень активные. Очень хорошо знают свои права. Но выборный процесс, он такой, его не все, кто выборами не занимается. Есть некоторые моменты, которые можно упустить. Сроки, например. Вот есть два вида прикрепления себя на избирательный участок, если у тебя нет прописки. То есть ты можешь написать заявление в местный исполнительный орган по месту нахождения. Второй вариант – ты можешь получить открепительное удостоверение. Именно предстоящие внеочередные выборы президента имеют глубокую значимость для нас. Ответственность за эти выборы лежит не только на начальниках, как некоторые думают. Она лежит на простых людях. Казахстанцы сами сделают свой выбор максимально прозрачно, открыто. Поэтому мы должны ответственно отнестись к своему выбору, чтобы достижения независимости лишь приумножались. Банду таксистов-грабителей задержали в Алматы. Троица действовала по отработанной схеме. Поджидала своих будущих жертв в позднее время возле ночных клубов, предлагая припозднившимся услуги извоза. Уже по дороге, как правило, угощали пассажиров сигаретой. Что было в составе сигареты, пока подлинно неизвестно, проводится экспертиза? Ну, мы полагаем, что какой-то медицинский препарат, который действует усыпляюще, он усыпляет человека, возможно, и отурманивающий какой-то эффект, и человек уже не помнит дальше, когда до нужной точки доезжает. А и в этот момент, пока пассажир в подключке так называемой, у него по карманам хозяин чуть подозреваемый, как правило, забирают денежные средства, ключи от квартир, сотовые телефоны. Действовали грабители всегда втроем. Сейчас на подозреваемых поступило два заявления. Но в полиции не исключают, что жертв может быть больше. Поэтому просят пострадавших обращаться по телефонам, указанным на экране, или позвонить по номеру 102. Другое преступление, связанное с сигаретами, раскрыли на таможенном посту «Харгос». Там изъяли 2 миллиона поддельных акцизных марок на табачные изделия. Контрафакт подозреваемая пыталась провести в Россию. Сейчас следователи разыскивают ее возможных сообщников. А груз весом более двух цехниров отправлен на склад временного хранения. Судьбу Мурата Аскоро-Глубь определят 12 присяжных заседателей. Их отобрали из числа 40 случайных алматинцев. Это домохозяйки, бизнесмены, рабочие, преподаватели и пенсионеры. Дважды в неделю им предстоит участвовать в процессе при почасовой оплате. Главное судебное разбирательство по этому резонансному делу назначено на 30 апреля. Напомню, инцидент произошел прошлым летом. Прохожие нашли 4-летнего Мухаммеда Аскоро-Глы недалеко от восточной объездной дороги. Мальчика в бессознательном состоянии с пробитой головой доставили в больницу. Сначала следствие предположило, что ребенка сбила машина. Однако позже выяснилось, что увечья нанес ему собственный отец. Мурат Аскоро-Глы даже дал признательные показания. Правда, позже от этих слов отказался. Качество воды из-под крана не устраивает жителей Турксибского района Алматы. Судя по опросу моих коллег, проблема общая как минимум для нескольких улиц. Ржавая жидкость, говорят, бьет по семейному бюджету. Приходится запасаться фильтрами, либо вовсе покупать бутилированную воду. Ужасная вода бежит из крана. Хоть и говорят, что якобы в Алматы хорошая вода, неправда. Мы фильтр меняем. Даже три месяца не выдерживает, мы меняем фильтр. Нижняя пятилетка, Висебаева 4, квартира 2. Ну, очень медленно вода течет, это раз. И два, она слишком хлорированная. Улица Писарева, у нас проблема с водой. За год приходят нам, роют эту, чтобы добраться до труб водопрободных, раз 7-8 в год. Там участок небольшой. По-моему, есть смысл сразу навсегда поменять эти трубы. Они ржавые, вода тоже невыносимая, она очень, ну, даже темная какая-то, серая. Я считаю, что надо как-то этот вопрос поставить, над этим вопросом поставить точки. Раз и навсегда. Надоело. На эти вопросы в ближайший четверг, 25 апреля, ответит Аким Турксибского района Павел Кулагин. Ваше обращение принимается и на официальном сайте телеканала Алматы. Кроме того, зрители прямого эфира могут дозвониться в студию. Либо отправить сообщения и видео на WhatsApp программы. Все координаты сейчас указаны на ваших экранах. Причину массового отравления тортами от популярной столичной кондитерской озвучили санэпидемиологи. В мучных изделиях специалисты нашли сальмонеллез и кишечную палочку. Из-за этого на больничной койке оказались 13 человек, среди них трое детей. Восемь пострадавших все еще лечатся. Теперь компании-производителю грозит большой штраф – полтора миллиона тенге. Поскольку выяснилось, что сотрудники пекарни также занимались кулинарией в антисанитарных условиях. У четверых сотрудников кондитерского цеха «Хипикеек» выделен стафилокок. В том числе у двоих кондитеров, которые непосредственно заняты производством. Что послужило причиной, это является то, что в данном кондитерском цехе вместо четырехгнездовой ванны использовалась двухгнездовая ванна для обработки яиц. Дальнейшую судьбу кондитерской решит суд. Не исключено, что деятельность цеха может быть приостановлена. Первичная медико-санитарная помощь станет доступнее для казахстанцев. План по улучшению качества здравоохранения на 2019-2020 годы принят. К реализации уже приступили. На сегодня наиболее проблемная часть медпунктов – это их состояние. Многие здания изношены более чем наполовину. С оборудованием такая же ситуация. Это при том, что техника и медобъекты оснащены лишь на 51%. А в 846 населенных пунктах людям и вовсе некуда обратиться за помощью. По поручению первого президента за все эти проблемы возьмутся основательно. За два года планируется построить 595 медпунктов, еще 228 капитально отремонтировать. Лечить в них будут новыми аппаратами. Закупят 11 тысяч единиц. Эффекты таких мер в правительстве ожидают внушительны. По их прогнозам повысится выявление онкологии. Количество госпитализаций снизится, а продолжительность жизни вырастет. Кстати, что касается последнего пункта. Казахстанцы действительно стали жить дольше. По статистике показатель поднялся на 1%. Эксперты связывают это с программой Денсаулок. Наши фармацевтические заводы покрывают треть от нужд казахстанцев. Остальные препараты эскоформация закупает в Европе и США. Сейчас в Минздраве активно работают над увеличением перечня бесплатных лекарств. Пока в списке 47 наименований. А доходят ли они до потребителя вовремя, без сбоев? Моему коллеге в столице Элизату Акчурину рассказал глава эскоформации Берик Шарип. Берик Шарипович, здравствуйте. Вопрос обеспечения лекарственными средствами всегда актуален и важен. Скажите, из каких стран в основном завозим медикаменты? И в каких в основном лекарствах нуждаются казахстанцы? Ну, добрый день. В первую очередь хотел бы отметить, что в основном в структуре с закупом больше 29-30% составляет отечественные товары производителей. Благо в стране есть заводы, больше 18 предприятий, которые поставляют нам лекарственные препараты. А последовательно, соответственно, больше 14% это страны с Германией везут, то есть с Европы, есть с Ирландии поставки, и порядка 5-6% занимает поставки в Соединенных Штатах Америки. И, соответственно, если смотреть по структуре обеспечения на амбулаторном уровне, соответственно, на первом месте у нас, конечно, идет поставка лекарств и средств против сахарного диабета, соответственно, болезни сердца и сосудов, онкологические препараты, препараты для наследственных заболеваний и сверстанности крови, то есть это самые топ-5 заболеваний, они по бюджету забирают порядка 60% всего бюджета на амбулаторное лекобеспечение. Сейчас существует ли какой-либо дефицит лекарств от тяжелых заболеваний? И уточняющий вопрос, будет ли произведен закуп долу дегравира в понижение цены, на которое отказал ранее производитель? И в чем там была причина? В части поставок лекарственных препаратов, вы знаете, что в 2018 году у нас были перебои, соответственно, чтобы этих перебоев не было на 2019 год, мы закуп начали в середине 2018 года. В начале года у нас на амбулаторном уровне порядка 14 миллиардов был такой запас сформирован, соответственно, с начала года мы поставляем лекарственные препараты без перебоя во все регионы, по всем нозологиям. Но то, что касается препарата Долтегравир, к сожалению, здесь закупка затянулась. Почему? Потому что мы проводили переговоры с компанией Глакса Смит Кляйн, которая является владельцем данного патента на этот препарат. Было предложение от программы развития ООН о том, чтобы приобрести брендированный дженерик. То есть, соответственно, генерическую формулу от индийского завода мы могли получить за 5 долларов. Но Глакса предлагает нам поставку Долтегравира оригинальную за 118 долларов. К сожалению, сама компания Глакса, конечно, в ряде стран они разрешили добровольную лицензию. Мы получили отказ в результате переговоров. Соответственно, у нас сейчас ведется разговор о том, чтобы в судебном порядке, в принудительном порядке все-таки получить так называемый compulsory license, с этой принудительной лицензией, и начать приобретать в дальнейшем препарат Долтегравира по цене в 5 долларов. Сейчас же, с учетом того, что есть потребность в этом препарате, конечно, в текущем году мы вынуждены будем приобрести его и компанией Глакса Смит Кляйн, как у патента обладателя. Впоследствии, если мы в суде получим положительное решение, мы перейдем на знак брендированного дженерика через международную организацию. А по каким заболеваниям лекарства сейчас отпускаются бесплатно, и этот список, насколько мне известно, он расширяется? В целом, получается, данный список только расширяется. То есть, как бы, вы понимаете, что в 2018 году мы дали хорошую, за счет централизации амбулаторного лекарственного обеспечения, экономии на амбулаторном уровне только было 26 миллиардов. Соответственно, эти деньги, они никуда не девались, их перераспределили для того, чтобы сделать больший охват пациентов, покрытие, и, соответственно, расширить список на получение бесплатного лекарственного обеспечения. На текущий момент государство обеспечивает бесплатно по 47 нозологиям, из них 45 идут через СК формацию централизованно. Порядка 499 наименований она включает, и 116 миллиардов покрытий со стороны бюджета есть. Поэтому, в принципе, это достаточно большая сумма, ее хватает для того, чтобы обеспечить на амбулаторном уровне практически всех пациентов. Билий Шарипович, спасибо за ответы. Стабильность в бизнесе обеспечит проведение досрочных президентских выборов, так считают алматинские предприниматели, члены палаты Атамикен. Принятые ранее по инициативе Ельбасы госпрограммы поддержки показали эффективность. Их дальнейшая реализация лишь укрепит МСБ и крупный бизнес. Это означает, что курс на реформы, те, которые были объявлены еще президентом Назарбаевым, будут продолжены. Никаких изменений в этом направлении не будет. Также политика относительно согласия между национальностями в Казахстане, это вы знаете, один из серьезных вопросов, также даны гарантии того, что в этом направлении политика также будет продолжена. Премьеру фильма о жизни и творчестве народного композитора певца Кениана Азербаева представили в Алматы. Фильм «Алатаудан Акхиегэ» сняли на телестудии «Турка Алемэк» 135-летию со дня рождения Акхиена. Кениан Азербаев – ученик и последователь Жамбыла Жабаева, заслуженный деятель Казахстана, член Союза писателей СССР и Союза композиторов. Он является автором 150 произведений, положенных на музыку. Самые известные его песни – «Бол-бол», он алтожил. Эпсы «Алибатар» Кыргызбай. К 135-летию со дня рождения моего отца композитора мы организовали программу «Сарар Кага Саяхат». За месяц побывали в нескольких городах – нашей столице Петропавловске, Кокшитау, Павлодаре, Карганде. Вторая часть нашей программы – «Туган Улькем Житысу». Отец родился в Житысу, и мы буквально на днях побывали в Талдыкургане, где композитора очень любят и чтят. В Индии мастера пытаются сохранить искусство вышивки с золотыми и серебряными нитями. Техника называется «Зардози». Умение веками передавалось из поколения в поколение. О рукоделии других интересных событиях в международном дайджесте. Техника «Зардози» родом из Персии. Вышивкой украшали наряды, попоны, слонов, лошадей и ковры. Красивые узоры появляются на шелке, парче и бархате. Для украшений используют стразы, бисер и драгоценные камни. Раньше рукодельники пускали в ход только серебряные нити, но теперь их заменяют металлическими. Однако изделия всё равно дорогие, поэтому позволить себе роскошные вышивки может не каждый. Сейчас ситуация такова, что мастер зарабатывает меньше трёх долларов в день. Это большая проблема. У семейных большие расходы, у них жёны и дети. Как им прожить на три доллара? В Австралии подросток учится играть на редчайшем инструменте – коррельоне. Он состоит из многочисленных колоколов, которые обычно установлены в башне. Многие говорят, это самое странное, что я видел в жизни. Нужно играть кулаками, но можно и ладонями, чтобы добиться другого звучания. Есть и педали для ног. В стране есть всего два коррельона. Это означает, что Питер – один из нескольких молодых исполнителей в стране. У него постоянно появляются новые идеи. В прошлом году он решил сыграть тему из «Звёздных войн». Сейчас изучает саундтрек «Гарри Поттеру». Мне очень нравится, что он очень необычный. А ещё он очень громкий, и это самый большой инструмент в мире. Мы сейчас находимся внутри него. В старейшем ботаническом саду России – пик цветения первоцветов. Здесь стартовал фестиваль под открытым небом. Один из главных секретов разноцветия – не убирать прошлогоднюю листву. Зимой она укрывает почву от холодов, благодаря чему в норках под землёй живёт местная популяция шмелей-опылителей и других полезных насекомых. Буквально через 2-3 недели, когда земля как следует прогреется, и дождевые черви станут активными, они начнут ими питаться. Они по ночам будут подниматься на поверхность, и постепенно все эти листья будут затянуты в почву обратно и переработаны червями. Пока в ещё совсем голом саду ярким облаком выделяется рододендрон Даурский. Его ярко-розовые цветы распускаются ещё до появления листьев на ветках, из-за чего он становится частой жертвой браконьеров. Вокруг Байкала и на Алтае в момент цветения вот этого подлеска в тайге – это совершенно фантастическое зрелище. Как только наступает тепло и растение способно тянуть соки, корни заработали, почва оттаяла, тут же почки раскрываются. Весенний фестиваль продлится до конца мая. Каждую неделю картина будет меняться. Распускаются всё новые виды. Так вскоре зацветут сакура, абрикосы и десятки тысяч тюльпанов. Такими событиями запомнился сегодняшний день. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин